Научными сотрудниками Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований завершаются исследования на тему «Язык нардского эпоса» и над первым сводом фольклора Карачаева-Черкесии. Много новых факторов, ранее неизвестных, в истории нагайцев собрано и для нового издания. С деятелями науки встретилась Алла Динаева. Изучение историко-культурного наследия и духовно-интеллектуального потенциала народов республики – цель деятельности Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований. На сегодняшний день в нашем институте функционируют 8 отделов, 46 научных сотрудников. Области интересов и исследованиями являются история, этнология, языки народов Карачаева-Черкесии, культура и искусство народов Карачаева-Черкесии, фольклор. Книга о старых изданиях на туркменском языке в реферативном журнале «Лучших монографических исследований Советского Союза» кардинально изменила жизнь Аминат Курмансиитовой. Прочитав ее, она решила найти нагайские арабописьменные книги. Так и начался ее путь в науке, а сегодня за плечами кандидата исторических наук Аминат Хасановны немало научных работ. Хочу сказать, что в историю нагайцев с выходом этой книги придет очень много новых фактов, ранее неизвестных в истории нагаеведения. В Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований работает отдел социально-политических исследований, который сотрудничает с администрацией главы и выполняет госзадания в области политологии и социологии. Думаю, что уровень развитости науки служит одним из основных таких показателей развития общества. 35 лет исполняется в этом году, как Людмила Хужева работает в Институте гуманитарных исследований. В свой весомый вклад в сохранение национальных языков вносят пять научных сотрудников отдела Кабардино-Черкесского и Абазинского языков. Мы, как знаем, естественно, пока жив язык, жив и народ. Вот мы, например, до последнего убыха существовал убыхский язык. Вот он единственный остался носителем убыхского языка, но он умер и народ исчез. Чтобы этого не случилось, вся наша работа посвящается сохранению и развитию наших национальных языков. Еще одно важное направление в деятельности института – это отдел фольклора в Карачаево-Черкесии. Ольга Гудимова работает здесь со дня основания этого отдела с 1994 года. Я работала непосредственно с Артабаевой, она была заведующей нашим отделом первым. Работала с Икалиевым Ашимом Азимовичем. Это глыбы, это на самом деле глыбы, с которых начиналось изучение фольклора именно нашей Карачаевой-Черкесии. Заведующая отделом Карачаева-Балкарского и Ногайского языков института доктор филологических наук Фатима Таркенова, сейчас научные исследования проводят на тему язык нардского эпоса. Я сейчас уже заканчиваю эту работу и получаю от богатства, оставшийся от древних наших предков язык, читая книгу нардского эпоса, получаю огромное наслаждение. Мечта какая у вас у всех? У нас научных сотрудников нашего института и лично моя мечта – более пристальное отношение к трудам наших научных сотрудников и иметь свое отдельное здание, отдельные кабинеты. На сегодняшний день на Северном Кавказе единственный научно-северский институт, который не имеет своего здания. Заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии Фатимат Пахаратов, автор более 10 книг, а за издание «Орнитонимия в карачаево-балкарском языке» в 2023 году она награждена медалью «Исламбея Крым-Шамхалова». Коллегам, конечно, для научного сообщества, для наших сотрудников в их нелегком труде хотелось бы сказать, чтобы крепкого здоровья пожелать, творческих успехов, новых начинаний. Развитие этой сферы деятельности важно, ведь наука – это путь в будущее. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия.